Приветствую, друзья! Сегодня у нас второе видео по сводным таблицам. В нем мы будем более детально изучать все тонкости работы с инструментами сводными таблицами. Если до этого вы не посмотрели первое видео, оно будет в описании, так что можете вернуться посмотреть сначала первое видео, потом второе. Итак, как всегда, мы начинаем с пояснения данных. Да, у нас данные сегодня склад, группа товаров, дата заключения договора с поставщиком, январь-февраль, март, то есть три отчетных месяца и того. Окей. Первая задача, которую нам необходимо разобрать, нам нужно построить сводную таблицу и показать детали по отчету рыба и овощи. Вот первое, что мы делаем, мы присвоим имя, именованную диапазон, назовем его базой и, соответственно, из этой базы мы будем строить сводную таблицу. Окей. Выделяем ячейку. На листе задачи 2 заходим вставка, сводная таблица. В таблице или диапазоне нажимаем F3, выбираем база. Окей. Далее выбираем диапазон, автоматически подставился. Окей. Нам необходимо создать детальный отчет по рыбо-овощи. Мы берем группу товаров и выбираем, соответственно, и того. Вот смотрите, если нам необходимо значение найти внизу списка, мы можем применить сортировку. Для того, чтобы использовать сортировку, мы заходим сюда и делаем обратно. Да, от я до а. Выбираем. Нас интересует рыба и, соответственно, овощи. Нажимаем двойным щелчком по ячейке, у нас появляется отчет в виде таблицы. Соответственно, если нам нужно создать по овощи и фрукты, мы также наводим на ячейку и двойным щелчком выделяем. У нас есть детальный отчет по таблице. Если мы зайдем в конструктор, да, и покажем строку итогов, здесь мы можем в каждой из ячеек выбрать один из нескольких вариантов, что, конечно, очень удобно. Данная таблица называется таблица, да, как бы это оригинально ни звучало. И она имеет несколько плюсов и минусов. Чтобы данную таблицу преобразовать в обычную таблицу, мы заходим в конструктор, выбираем преобразовать диапазон, нажимаем да. И у нас получается обычная таблица, с которой мы можем спокойно работать. Задача номер два у нас является отобразить общие итоги. Общие итоги у нас бывают по строкам и бывают по столбцам, соответственно. Для того, чтобы отобразить общие итоги, мы заходим в сводную таблицу, далее выбираем конструктор. И у нас есть здесь пункт общие итоги. То есть мы можем включить только для строк, только для столбцов или включить для строк и для столбцов. Обычно по умолчанию включено и так и так. Давайте посмотрим, как это выглядит. Для строк и для столбцов у нас появляется общий итог справа и, соответственно, общий итог снизу. Если мы выбираем только для строк, у нас они появляются внизу и, соответственно, для столбцов вправо. Окей. Далее мы можем изменить форматирование, используя один из стандартных цветов. Средний, темный или светлый. Давайте покажем какой-нибудь более темный, чтобы это было просто более наглядно. Окей, получилось. Также у нас есть промежуточные итоги. Для того, чтобы показать, как использовать промежуточные итоги, давайте возьмем дату договора и перенимесем ее, соответственно, в строке. У нас получается вот такой формат. В каждом из групп у нас определенный месяц со своим количеством. И выбираем показывать промежуточные итоги в нижней или верхней части группы. Чаще всего используются в нижней. Да, бывают исключения. Как видите, ничего не отобразилось. Для того, чтобы отобразилось, нам необходимо зайти, развернуть, свернуть и развернуть все поля. Таким образом, у нас внизу появляется вот такая вещь. Если вы заметили, у нас есть пустые строки. Они выглядят вот так. Для того, чтобы убрать или включить строку после группы товаров, нам также необходимо зайти в конструктор. Далее выбрать пустые строки. И можно удалить пустую строку. Тогда отчет будет идти друг за другом. Теперь ставим видео на паузу и пишем комментарий. Сводная таблица в Excel или сводная таблица в Excel. Ставим лайк. Спасибо большое. Идем далее. Задача номер три заключается в следующем. Нам необходимо найти суммарное количество продаж по каждой группе товаров. Для этого мы будем использовать срез. Срез помогает быстро отфильтровать и посмотреть данные. Для этого мы заходим в вставку. Выбираем срез. Или же мы заходим в анализ и выбираем срез. Далее мы выбираем поле, по которому у нас будет проходить фильтрация. В данном случае это группа товаров. Нажимаем ОК. Как вы видите, товаров очень много и все они не помещаются в один срез, то есть в один столбец. Мы можем настроить. Для этого мы заходим в параметры. Далее выбираем количество столбцов, которые будут отображаться. Также мы можем изменить цвет среза. Да, и соответственно нам необходим бокалея. Видим сразу отчет. Далее нам необходим рыба. Также видим отчет. Ну и соответственно овощи. ОК. Также срез можно подключить к нескольким источникам. Для этого мы заходим в подключение к отчетам. И здесь можем выбрать любую из таблиц. Давайте выберем таблицу задачи 2. ОК. То есть когда мы будем применять здесь, допустим, бокалея, в задачи 2 у нас также будет фильтроваться только бокалея. Это очень удобно. Можно одним срезом управлять сразу несколькими таблицами и получать огромную вариативность отчетов. ОК. Следующая задача это использование временной шкалы. Временная шкала это у нас по сути тот же самый фильтр. Просто более удобен для просмотра данных в разрезе дат. Мы заходим в ставку, выбираем временная шкала. Автоматически у нас подтягивается столбец с соответствующими данными дата договора. Нажимаем ОК. Нам необходимо посмотреть сначала на год. То есть мы выбираем годы. Да, сразу видим за год. Дальше. Также мы можем выбрать кварталы. Да, соответственно, по каждому кварталу посмотреть, что тоже очень удобно. И также мы можем выбрать день и посмотреть на 14.01.2020 года. То есть выбираем январь и выбираем 14 число. Временную шкалу, как и срез, также можно подключить к нескольким источникам данных. Для этого мы заходим в параметры, подключение к отчету и выбираем таблицу, которая у нас также будет работать с этим срезом, как и наша основная таблица. Отлично. Заключительной задачей на сегодня у нас является вывести каждую группу товаров в отдельный лист. Мы видим, сколько групп товаров у нас есть в наличии. В данном случае количество групп товаров, если мы здесь включим отображение количество, у нас будет 35. Да, то есть 35 листов нам необходимо создать вот с таким вот форматом таблицы, да, что в принципе не очень как бы удобно. То есть нам нужно сделать копию этого листа 35 раз, дать ему свое название и при этом не использовать спецсимволы. Отлично. Давайте сделаем. На самом деле есть специальный инструмент, который в разы, да, облегчит нам эту работу. Мы выделяем сводную таблицу, отображаем поля отчета сводной таблицы и далее просто берем и группу товаров, переносим в фильтр отчетов. Окей. То есть у нас здесь все в фильтре. После чего нам необходимо зайти в анализ, выбрать сводная таблица, далее нажать в треугольник в нижнем углу, выбрать параметры сводной таблицы. И вот здесь есть пункт «Отобразить страницы фильтра отчетов». То есть после нажатия на этот пункт у нас будут создаваться новые листы. В этих листах у нас будут формироваться таблицы по принципу данной таблицы и нажимаем «Ок». У нас программа думает, потому что ей необходимо создать 35 листов. Видим результат. То есть, соответственно, если мы просмотрим все листы, допустим, отдел «Красота», да, вот столько у нас. Обратите внимание, что у нас есть лист 20, допустим. Да, лист 20, потому что слэш нельзя использовать в названии листов. Да, именно поэтому программа не знает, и данные листы нам необходимо будет переименовать вручную, написав, допустим, овощи, фрукты через пробелы или через дефис. То есть это также необходимо учитывать, когда мы делаем отображение фильтра отчетов по листам. Отлично. Нам теперь необходимо перенести все листы, которые у нас есть, в отдельную книгу. Для этого мы выделяем лист 4, далее нажимаем первый лист, после чего нажимаем F6 в новых версиях Excel и держим стрелку вправо. После того, как мы дойдем до предпоследнего листа, нажимаем «Shift-пробел» правой клавиши «Переместить или скопировать». В первом пункте выбираем новую книгу, далее нам необходимо нажать «Создать копию», если нам эти листы в данной книге не нужны. Или же, если мы не поставим «Создать копию», то данные листы просто будут перенесены в новую книгу. Нажимаем «Ок». Перенос осуществлен. Как мы видим, в данной книге у нас только листы, которые мы использовали в качестве отчета сводной таблицы. Отлично. На этом сегодня с вами заканчиваем. Если вы не поставили лайк и не написали комментарий, сейчас самое время, чтобы это сделать. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. До следующей среды. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok